Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На библейском портале экзегет продолжаем читать четверо Евангелия. Евангелие от Марка, глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предание старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. В данном случае Евангелие от Марка действительно описывает иногда обычаи иудейские. И это и есть свидетельство того, что Марк писал для людей, которые таковых обычаев не знали. Все это как раз и подтверждает то, что Марк писал для римской христианской общины. Но почему иудеи обязательно умывали руки? Почему они не ели, не умывшись тщательно, и с торга придя, не омывшись? В данном случае, конечно, это все был религиозный обряд, который тремовал омовение в силу того, что на торге люди оскверняются, общаясь с нечистыми людьми. И вот в данном случае Марк продолжает есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. То есть в данном случае даже и на своих трапезах они омывали все, из чего ели, считая, что это омовение может омыть ту нечистоту, которая могла попасть, например, в чашу или в кружку или на скамейку. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию стартов, но неумытыми руками едят хлеб. Вот в данном случае для фарисеев было важно, конечно, не то, чтобы узнать, почему так ученики поступают, а для того, чтобы укорить Иисуса, именно поставить ему на вид, что если бы он был действительно Христом, тот, которого они ждут, то он не мог бы призвать учеников своих нарушать предание старцев. А поскольку они это делают, то Иисус в данном случае уже в их глазах не может претендовать на звание Мессии. Он сказал им, то есть Иисус, он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано. «Люди сие чтут меня устами, сердце ежедалеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». То есть в данном случае здесь Господь святительствует об одной важной вещи, то, что действительно иногда для исполнения заповедей человек способен для удобства их исполнения что-то придумать и что-то ввести. И до поры до времени эти обряды, эти обычаи могут помогать заповеди исполнять. Но когда происходит другое для того, чтобы действительно эти заповеди не исполнять, люди прикрываются обычаями и преданиями, то тогда вот здесь уже происходит то, что мы называем подменой дела спасения. И Господь именно говорит о том, что самое главное, чтобы сердце было близко к Богу. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь в предании человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание». И вот дальше Господь начинает приводить очень важные, очень сокрушительные примеры, свидетельствующие о чем? О том, что Израиль современно ему или современно ему иудейство, это уже бесплодная смоковница, которая вместо того, чтобы приносить плоды, кичится листьями, которые прикрывают на этой смоковнице отсутствие плодов. И вот как это иллюстрирует Господь. «Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери? Карван, то есть дар Богу то, чем бы ты мог от меня пользоваться, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое, сему подобное. Ну, то есть в данном случае здесь мы понимаем, что ради своей лени, ради своей похоти нередко люди могут пользоваться отказом, ухаживать за своими родителями, объясняя это, в общем-то, благовидными делами. «Пойду молиться, пойду делать какие-то важные дела для Бога, но не для человека». И вот здесь, конечно, Господь говорит о том, что слово Божие устраняется преданием вашим. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Ну, вот, конечно, это очень была важная притча, которую, конечно, хорошо постоянно помнить, потому что в данном случае она обозначает вообще суть того, чем ты в деле спасения занимаешься. Внешне не может осквернить человека, но оскверняет то, что исходит из человека. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, зависимое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло из внутрь исходит и оскверняет человека». Ну, вот этот отрывок очень важен чем? Тем, что притчу об осквернении, которую произносит Господь, он сам объясняет, и то толкование, которое дает Бога человек, конечно, в каком-то смысле уже никакого толкования не требует. Важно другое, то, что осквернение сердца происходит, когда то человек, конечно, теряет связь с Богом, он уходит от Бога, и дар благодати пресекается. Поэтому вот на те страсти человеческие, которые здесь Господь обозначает, верующий человек призывается обращать исключительное внимание и делать все, чтобы сердце не рождало ничего. То, что является осквернением. Вот еще раз скажем об этом. Это злые помыслы, прелюбодеяние, на уровне сердечном, конечно, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, на уровне сердца, не говоря, конечно, о том, что если это совершается уже вживую или вовне, то это не только оскверняет сердце человека, но уже является смертным грехом, который ставят под вопрос возможность спасения, поскольку, совершая эти грехи, человек, можно сказать, умирает душой для вечной блаженной жизни. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тиркский и Сидонский, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Пределы Тиркский и Сидонский — это уже пределы языческие, там, где жили не иудеи, конечно, иудеи жили, но в основном жили язычники. В данном случае вот дальше речь пойдет о хананиянке или сиро-феникиянке, феникийцы там жили, но важно, что к второму году общественного служения известность Христа была уже настолько серьезной, что, оказавшись в этих пределах, он уже не мог утаиться. «Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом и придя, припала к ногам его, а женщина та была язычница, родом сиро-феникиянка, и спросила его, чтобы изгнал беса из ее дочери». Женщина, конечно, слышала о тех чудесах, которые совершал Господь, и, конечно, об исцелении бесноватых. Ну вот еще хотелось бы напомнить раз о том, что в Евангелии от Марка больше всего, чем в других Евангелиях, повествуется об исцелении бесноватых людей. И связано, как мы понимаем, это с тем, чтобы засвидетельствовать лишний раз перед язычниками, а в Евангелии обращено к римской христианской общине и тем, кто находился еще в поиске Бога, но там, в Риме, то есть среди язычников, то, что падшие духи, которые в представлении языческого мира являлись богами, они покорялись безмолвно Господу своему, то есть пришедшему во плоти Богу. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, ну и псы под столом едят крохи у детей». И сказала ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в дом свой, она вошла. Она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели». Но в данном случае вот этот диалог, который здесь приводит евангелист Марк, он очень ценен, конечно, чем? Тем, что Господь, на первый взгляд, очень жестоко начинает с женщиной общаться, говоря ей, что сначала насытятся дети, а потом уже будут насыщаться псы. Но здесь мы должны, конечно, сказать, что слово «псы», которое стоит, переведенное в нашем русском переводе, как, в общем-то, и в славянском, оно, может быть, не совсем правильно. Здесь не тот пес, которому не нужно давать святыни, нет. Это та собачка маленькая, друг человека, который язычники часто имели при своих дворах, и которые, ну, своего рода были членами семейства. Они шныряли между ногами людей, приходящих в гости к тем или иным своим знакомым, и часто питались вот той пищей, которую, ну, и часто детки подбрасывать любили во время пищи, подкармливая своих четвероногих друзей. Вот здесь лучше так представлять суть происходящего. Но женщина говорит, да, Господи, так, так, ты справедливо говоришь, но ведь и псы едят крохи у детей. И вот то, что она, эта женщина, являет величайшее смирение перед Господом, поскольку она не отказывается, то, что она язычница, и то, что она не может быть в разряде поставлено детей божьих, но хотя бы вот этих собачек, вот это слово смирение восхищает в данном случае Господа. Он приходит, мы видим, в духовный восторг, и говорит ей, за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. В данном случае, конечно, чудо дает нам еще одно очень важное свидетельство о необходимости смирения человека перед Богом. Что бы он ни делал, о чем бы он ни просил, без смирения не может произойти ничего в нашей жизни хорошего. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Это чудо есть только в Евангелии. От Марка больше никакие евангелисты об этом не повествуют. Иисус, отведя его в сторону, от народа вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, воздохнул и сказал ему, «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка. «И стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому». Вот так своеобразно совершает Господь чудо исцеления глухого косноязычного. Но вот опять же мы находим эту подробность и колоритность повествования в Евангелии от Марка, что свидетельствует, что за этим рассказом стоит очевидец, причем мы понимаем очень внимательный и простой по своему мироощущению. То есть, иными словами, речь идет об апостоле Петре. Итак, Господь сначала касается языка своей слюной этого человека, затем мы видим, «возрел на небо и, воздохнув, сказал Ефафа», то есть, что значит «отверзись». Ну вот зачем Господь смотрит на небо при совершении этого чуда? Следует вспомнить, что Христа неоднократно обвиняли в том, что он исцеляет бесноватых силой князя Бесовского, Вильзеву. Ну вот здесь как раз во свидетельство того, что Господь совершает это божественной силой, Господь возводит свой взор на небо, то есть, свидетельствует о том, что он обращается к Богу, к Отцу. А потом Ефафа произносит, то есть, слово «отверзись». Вот это как раз арамейский термин, который нередко приводится в Евангелие от Марка. Ну и вот здесь Ефафа, конечно, может пониматься слово как и образно, то есть, в данном случае, сердце человеческое отверзается, когда Господь совершает любое исцеление над человеком. Ну и говорится о том, что человек стал говорить чисто, то есть, в данном случае, бес, силою божественную был изгнан. Повелел не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Ну вот эти последние два предложения седьмой главы, конечно, еще раз опять свидетельствуют о том, что все-таки еще соблазн у тех, кто был свидетелями чудес Христовых, остается. То есть, в данном случае, все хорошо делает, но пока что смириться с тем, что сын плотника может быть истинным мессией, еще люди не готовы принять. Господь накладывает запрет на то, чтобы никому не сказывали о происшедшем чуде, но знает, что слабость человеческая, она очень, в данном случае, здесь непредсказуема, и люди все равно еще больше разглашают. Зачем накладывается запрет? Ну, в данном случае, по объяснению толкователей, это делается для того, чтобы предохранить исцеленного от тщеславия. Человек, рассказывающий о совершенном над ним чуде, и, конечно, склонен к тому, что рано или поздно для себя будет он уверить себя в том, что в силу его заслуг Господь посетил его и исцелил. Хотя мы понимаем, что все чудеса Господь делает исключительно по своему милосердию, и это нередко связано не с тем, что человек хороший, а с тем, что Господу просто человека жалко. Вот этим чудом заканчивается седьмая глава Евангелия от Марка.